Всем привет! Я здесь на природе. У нас 7 градусов по Цельсию. Холодно. Это просто парк и я под этим огромным старым деревом. Оно сказала мне свое имя, но я не могу произнести его на английском. С учетом фактора Уинчела, здесь 1 градус по Цельсию. Это чуть выше 32 градусов по Фаренгейту. Очень холодно и мои пальцы замерзли. А вы, ребята, в северном полушарии, у вас все перевернуто. Я все еще не знаю, какова форма мира. Уверена, там, где вы находитесь – тепло и даже жарко. Несколько месяцев назад Бренда дала мне лекарства, и вы также можете принять это во внимание. Я собираюсь это протестировать на себе. Она сказала смешать кокосовое масло и черную патоку в разных частях и массировать кожу после душа, в какой-то конкретной области, где вы чувствуете у вас проблемы – ну, скажем, растяжки или дряблая кожа. Это питает кожу снаружи и, видимо, может ее восстанавливать. Также, я думаю, это поможет в комплексе, например, улучшить лимфодренаж. Одна из вещей, о которых я думала – время и значение времени – это все старые концепции. Нет ничего нового под солнцем, совсем ничего нового. Мы просто заново открываем для себя всю эту информацию. Это похоже на то, что мы начинаем все сначала. Мы должны медленно и медленно прогрессировать в каждой жизни, как цивилизация. Как будто мы делаем каждую жизнь три шага вперед и два назад. Мы просто вспоминаем всю информацию, которая уже была у нас. Не забывайте, что многие души, находящиеся здесь, пришли из очень развитых цивилизаций, таких как Атлантида и других царств, вне этой конкретной реальности. Когда я пришла в парк, мне захотелось сесть на землю. Они сказали – посмотри на солнце. Я начала писать на этом языке света, на котором я пела. Я пела про себя и писала. Я могу показать вам позже. Хотя нет, я покажу вам сейчас. Причина, по которой я делюсь этим – вы знаете, я делаю все по наитию. Я следую своему инстинкту. Если я плохо себя чувствую, я не снимаю видео. Это не много, но я покажу вам. Это то, что я написала. Внизу это звуки. Дэнни в чате пишет – время существует. Да, оно существует в 3D, но его нет вне этой конструкции. Это то, что связывает нас с трехмерным временем, существующим в этой конструкции, в этой плотности. Я начинаю чувствовать, что информация в моей голове складывается в единую картину о понимании этой реальности и что создает эту плотность. Мне нужно снять видео о том, что я чувствую, и природе, и характере нашей реальности. Я могла бы дать вам несколько теорий об этом, чтобы вы могли взаимодействовать с этим и, может быть, что-то это активировало бы в вас. Я думаю, это поможет многим из вас понять, что это такое и что мы делаем здесь. Мы буквально пытаемся разбудить друг друга всевозможными способами. Никто не лучше, чем другой. Я не лучше тебя, только потому, что у меня есть этот канал и что я знаю немного больше. У большинства из вас знание заперто внутри вас, в вашем высшем Я и мы все связаны с источником. Лучший способ подключиться к источнику – через природу. Сколько сейчас людей в чате? 421. Вот еще один палец вверх. Теперь 422. Это мой знак, и я хочу кое-что сказать вам. Мы с вами находимся в нашем 3д мире. Это очень, очень большая плоскость. Вы находитесь в мире гораздо большим по размерам, чем вы думаете. Карта мира, которую нам показали – это только часть мира, в котором мы живем. Это не вся планета, это план существования. Я не знаю, выглядит ли это как глобус, но это настолько огромно, что выглядит как плоскость. Это очень обширно. Часть, в которой мы живем в этой плотности – заперта под куполом. Мы находимся на массиве, на земле, а за пределами этого купола есть мир, который создал Бог. Это почти как рай на земле. Это существует и там очень красиво. Внутри этого купола – 3д, 4д, 2д. Здесь существует водоворот или плотность энергии под куполом. Купол не стеклянный – это частота, которая удерживает нас здесь. Что происходит сейчас? Что мы начинаем видеть и что происходит с нашим сознанием? Мы просыпаемся. Это впервые в нашей истории. Мы можем вспомнить и это наконец будет разрушено и будет снято. Этот купол изначально был сотворен темными силами. Это есть в библейских текстах. Это не обязательно должно быть о Библии. Купол стоит за темными силами, рептильными. Они являются частью физического проявления темных энергий. Это уходит корнями в глубокую древность. Они хотели воспроизвести творение Бога. Это знаковая энергия, которую архонты не могли создать. Они могли только скопировать и они сделали это. Я чувствую, что они сделали это с определенной частотой. Они сделали это и держали нас в ловушке, заблокировав в определенном месте с помощью технологий. Они заперли нас в этой матрице. А также они создали эту петлю. Предполагалось, что у нас должна быть свободная воля, но она была отнята у нас обманным путем. Они заставили нас оставаться здесь через бесконечную цепочку реинкарнаций. Теперь, когда эта матрица начинает рушиться и мы начинаем ломать ее, мы останавливаем этот бесконечный цикл перевоплощений. Некоторые души продолжают выбирать реинкарнацию, но у них будет свобода уйти и покинуть это место. Это происходило с нами на протяжении тысячелетий. Нас втянули в это дело якобы для нашего блага, для обучения, но это был ложный свет. Они обманули нас, чтобы, перевоплощаясь каждый раз, мы забывали, кто мы. Так что снаружи этого купола есть и другие реальности, другие измерения и высшие измерения. Есть существа, которые являются гуманоидными людьми, как бы вы их не назвали, они похожи на нас. Им было разрешено развиваться намного быстрее и выше, чем нам, потому что у них не было этого бесконечного цикла реинкарнаций и бесконечного цикла амнезии. Эти существа за пределами 5D и выше. Это разведывательная миссия. Они пришли, чтобы наконец помочь нам, поэтому в том моем видео я говорила – они идут. Это были они. Это были мы. Это наше другое я. Эти другие существа из других измерений. Что касается планет и других подобных вещей, по информации, которую я загрузила – это не планеты, это светила, это звездные врата. Одни из таких звездных врат, которые находятся в 24 измерении и очень заметны здесь – это Венера. Венера зовется утренней звездой. На самом деле – это звездные врата, и за ними находится царство. Это место, откуда пришел Иешуа или Иисус. Вот откуда он пришел. В священных писаниях это место было названо утренней звездой. Что они сделали, люди, которые написали Библию? Они хотели запутать нас в этом измерении. Они исказили слова и назвали Люцифера утренней звездой, чтобы сбить нас с толку. Были и другие существа, пришедшие сюда, чтобы помочь нам. Сущность их душ исходит из разных звездных врат, из всех этих разных межпространственных мест и одно из них – Венера. Это не планета, и это не инопланетяне, прилетевшие с Венеры, и они даже не осознают этого. Это их души пришли сюда из высших измерений, чтобы напомнить друг другу, кто они. Так что эти существа высших измерений воплощаются в этой жизни, в этой физической, человеческой форме, в очень плотной реальности. И они напоминают нам, они вдохновляют, получая вдохновение из других миров, для нас, чтобы создать какие-то вещи внутри этого купола и напомнить нам о том, кто мы есть и откуда мы пришли. Эти боги или богини, например, Венера или Афродита – это олицетворение энергии этого царства. Частота царства Венеры за этими звездными вратами – это любовь. Существа, пришедшие из этих звездных врат, вибрируют на частоте любви. Это их миссия здесь. Поэтому Иисус был таким невероятным, таким настоящим. Он был таким настоящим, как и все другие души, которые пришли и воплотились в этом мире, чтобы разбудить нас. Это очень медленный прогресс и эволюция. Поэтому, чем больше мы будем друг друга, тем быстрее все это произойдет. Времени не существует. За пределами этого царства все хорошо. Поэтому наш фокус на визуализации и проявлении вещей – это то, что держит нас в заперти. То же самое делает время. Мы застреваем в этом и ждем, когда это произойдет. Но все происходит сейчас, в настоящем. Поэтому медитация очень мощна сама по себе. В ней вы проявляете именно то, что вы хотите сейчас. Это создает и влияет на будущее. Вот почему я все время говорю тебе – прекрати беспокоиться о трехмерных вещах. Не увлекайся ими. Нужно иметь способ преодолевать эти сложные, более плотные переживания. Вы можете включить это, чтобы помочь проявиться тому, что вы хотите. Это придет быстрее и это включает в себя весь мир. Я сейчас в прямом эфире. Вы можете просто перемотать это видео, чтобы прослушать все, что я говорила раньше. Много информации, которая проходит через меня прямо сейчас, когда я сижу около этого красивого старого дерева. Я расскажу вам причину, почему под этим куполом деревья так важны. Мы оказались здесь в ловушке. Нам нужно отсюда выбираться и помочь как можно большему числу людей. Чтобы подняться как можно быстрее, выбраться отсюда и начать создавать другой мир, в другом измерении и частоте. Единственное, что связывает нас с внешним миром за пределами этого купола – это деревья. Они похожи на антенны. Они напоминают нам об органическом, чем они являются. Они напрямую связаны с внешним миром. Это прямая связь с миром за пределами этого купола. Деревья – это буквально наш спасательный круг. Это наш спасательный круг в мир за пределы порабощения. Вы понимаете? Вы понимаете, что деревья пытаются помочь. Они здесь, с нами, и они связаны с прекрасным внешним миром. Они пытаются дать вам мудрость, которая соединит вас и поможет понять, откуда вы пришли. Вот почему я все время говорю – идите к деревьям. Ты понимаешь это? Я плакала, когда осознала это. Я получила загрузку этой информации две недели назад о том, что деревья подобны антеннам для внешнего мира. У них есть своя корневая система, взаимодействующая друг с другом. Это прямая связь. Вы сможете получать эту информацию. Чем больше мы убираем все завалы мусора от себя, чем больше мы открываемся, тем больше такие вещи, как язык света меняют нашу частоту. Вот почему они так активно вырубают деревья. Вот почему они уничтожили так много деревьев в тропических лесах Бразилии. Потому что это будет людей и поднимает вверх. Они не хотят, чтобы ты просыпался, не так ли? Вы понимаете, почему они запирают вас? Вы понимаете, почему эти деревья особенные? Помимо прочего, белые шляпы в основном состоят из союза сил за пределами этого купола. Они работают и общаются с определенными уровнями военных внутри нашего купола. Они предоставляют коммуникации и технологии, которыми располагают. Это интерфейс связи с источником и они передают эту информацию здесь, для военных. Это происходит вместе с теми, кто воплотился здесь. Они узнают их с помощью определенных технологий. Это особые люди, которые пришли сюда, чтобы помочь разбудить массы вместе с людьми внутри. Мы выполняем миссии во всех этих разных измерениях. Мы также являемся этими белыми шляпами. Не так давно, на прошлой неделе, почему я была так подавлена? Я не должна была это вспоминать, но я вспомнила, что выполняла определенную работу под землей. Я не знаю, как они это используют, может быть это просто мои экстрасенсорные способности. Я работала в некотором месте в Канаде, я не буду уточнять, где именно. Это было очень ужасно. Я знаю, что это реально. И я знаю, что я видела этого мальчика. Я знаю, что помогала им вытащить этих детей. Мы также немного работали в Ватикане. Это часть информации, которой я хотела поделиться со всеми вами. Моя батарея на телефоне умирает. Я хотела рассказать вам о том, что наша реальность есть нечто большее, чем мы думаем. Смотри на это, как на разведывательную миссию. Им нужно, чтобы вы повысили свою частоту, иначе они не могут вытащить вас отсюда. Если у вас низкая частота, извините, они не смогут вытащить вас. Вам понадобится больше времени. Хорошие новости. Этот купол наконец-то открывается для единой системы обмена сообщениями. Так что мы можем, в конце концов, съехать отсюда. Не спрашивайте меня, когда. Не спрашивайте, когда это решать тебе. Но людям понадобится немного больше времени. Люси улавливала определенные события – время и тому подобное. Она улавливала это здесь. Если вы останетесь здесь, то вы испытаете это. Мы не можем сказать, когда это будет. Мы не можем определить время. Это зависит от работников, которые остались здесь, а некоторые вызвались остаться и продолжать помогать людям просыпаться. Вы понимаете? Этот мир – это подделка. Это как зеркало, в котором все искажено. Когда я говорю зеркало – это как Алиса в стране чудес. Через зеркало видит все искаженным. Поэтому не верь всему, что читаешь в СМИ. Иди внутрь. Или иди к деревьям. Это твоя единственная связь с правдой. Вы понимаете? Вы не можете застрять в этой трехмерной плотности, убеждая себя, что вы просто обеспокоены и хотите, чтобы вас проинформировали. Вы не можете. Слишком поздно. Вы понимаете? Не продолжайте извиняться и говорить – О, моя семья не просыпается, так что я просто должен. Хорошо. Это ваш выбор. Это контракт вашей души, чтобы вы оставались с ними и смотрели телевизор и все такое. Тогда делайте это. Сейчас я говорю для тех из вас, кто хочет повысить свою частоту. Моя батарея на исходе. Используйте инструменты, которыми мы поделились с вами. Поднимите свою вибрацию. Вы все еще можете вести насыщенную жизнь. Но я говорю вам – идите, сядьте под деревом и начните подключаться. Начните заземляться. Идите внутрь. Выключите телевизор. Выключите новости. Прекратите делиться всякой чушью в моей группе телеграм и фейсбук. Клянусь вам, мои админы выгонят вас оттуда. Перестаньте делиться дерьмом на моих платформах. Нужно проявлять лучшую реальность. Мне пора идти. Увидимся позже, ребята.